В Санкт-Петербурге простились с заслуженным тренером России по дзюдо Анатолием Рахлиным. Он ушел из жизни в возрасте 75 лет, 50 из них посвятив спорту. Рахлин готовил участников международных состязаний, вырастил более сотни мастеров спорта. Среди его учеников был и Владимир Путин. Он тоже приехал проводить в последний путь своего наставника. Из северной столицы Николай Васильев. С Анатолием Рахлиным прощались в центре дзюдо на Кондратьевском проспекте. Здесь он работал едва ли не до последнего дня. Среди тех, кто пришел поклониться заслуженному тренеру России, и ветераны спорта, и его последние подопечные, участницы женской сборной России по дзюдо. И он для меня стал не только тренером, но и отцом. Потому что он воспитывал не только спортсменов, но и хороших людей. Воспитывал в нас человеческие принципы. Анатолий Рахлин родился в Ленинграде в 1938 году. В 1938 году родители только обживались после переезда из Белоруссии. Отец, инженер Балтийского завода, в том же 1938 был арестован. Через несколько месяцев его освободили. Но разгорелась сначала финская, потом Великая Отечественная война, куда он пошел добровольцем. Всю войну Анатолий, его брат, мама, бабушка и дед оставались в блокадном Ленинграде, ютились в 14-метровой комнате. В таких условиях и формировались характер, и взгляды будущего тренера, который воспитал не одно поколение успешных спортсменов. Еще в школе Рахлин начал заниматься самбо, поступил на факультет физкультуры прединститута. После службы на флоте вернулся в Ленинград и начал тренерскую карьеру. Воспитанию дзюдоистов Анатолий Рахлин отдал более полувека, вырастил сто с лишним мастеров спорта. Его самые известные ученики из первого набора 1964 года. Василий Шестаков, Аркадий Ротенберг и, конечно, Владимир Путин. Президент России специально прилетел в Петербург, чтобы лично попрощаться со своим учителем. Владимир Путин неоднократно отмечал, что наставник под дзюдо, вероятно, сыграл решающую роль в жизни будущего главы государства. Рахлин тренировал Путина 11 лет, но они продолжали общаться. Одним из итогов их многолетней дружбы и сотрудничества стала книга «Учимся дзюдо» и одноименное видеопособие. Со своим тренером президент в последний раз выбился в конце мая, когда Анатолий Рахлин отмечал юбилей 75 лет. Глава государства тогда наградил наставника не одного поколения дзюдоистов орденом почета и подарил ему номерные часы. Воспитанники Анатолия Рахлина как один признаются, что тренер не просто учил их мастерству дзюдо, но и прививал чувство ответственности, взаимовыручки и самоотдачи. «Сам в себе был очень строг и требовал от своих тренеров и спортсменов, чтобы к своему делу относились профессионально». «С большой боку воспитатель, умел находить контакт с детьми, особенно со своими учениками, которые у него были». Известно, что Анатолий Рахлин собирался, выйдя с больничного, посвятить себя, кроме подготовки сборной, еще и возрождению массового детского дзюдо. Уход из жизни знаменитого тренера – невосполнимая потеря для спорта. Простившись со своим наставником, президент решил побыть наедине с собой. Он жестом остановил охранников и в полном одиночестве пошел по Кондратьевскому проспекту. В 70-е годы Владимир Путин и Анатолий Рахлин жили в соседних домах, и этой дорогой часто вместе возвращались домой после занятий. Николай Васильев, Алексей Сосырин, Александр Бурушков, Василий Коньков. Вести. Санкт-Петербург.